Мы продолжаем наш курс по этичному хайкингам и теперь пришло время учиться атаковать веб-сервера. Сегодня будем разбирать как работают веб-серверы, веб-приложения, интеграция с системами управления баз данных. Итак, начнем с атаки на веб-сервер, очень популярным, всех на виду, про веб-сервер отдельный разговор. Сразу отделим атаку на системы от атаки на сервер и атаки на приложение, чтобы все в кучу не смешалось. Скажем, что есть система, если вы систему атаковали и администратор в системе, то веб-сервер работает в этой системе как сервис или как приложение, а вы операционной системой управляете. Конечно, управляете и всеми сервисами тоже. Если вы где-то на IP снеферите, маршрутизатор у вас под контролем свитч, причем здесь веб-сервер. Да, он от кого может страдать, но это атака уже на сеть. А внутри веб-сервера бывает, работает приложение. Тут веб-сервер не виноват, а по АЧИС он не виноват, что вы код не так написали. Мы сначала поговорим о том, как сам веб-сервер может страдать от действий хакеров, а после обеда детальнее рассмотрим проблемы веб-приложений и коммуникации системы управления баз данных. Сначала архитектуру, потом какие атаки, инструменты, какие есть для этого. Концепция, что мы должны уже знать, потом атаки, методология, какие есть инструменты, как с этим бороться. Вы знаете, что есть разные веб-серверы. Самый популярный говорят о патче. ИИС, Nginx, ну и остальные тоже могут быть не так популярны, но бывают. Почему они популярны? Потому что хорошо работают, хорошо поддерживаются, хорошо документированы. Курсы есть, можете прийти в специалист, записаться на курс по Апачу, по ИИСу. Может даже по Nginx запишитесь. Если есть какой-нибудь Google сервер, вам любой учебный центр скажет, нет, мы сами не знаем, как он работает, очень редко, потому что. Зайдем в V3-Tex. Посмотрим, как они тут что анализируют. Ну и таких сайтов много, которые пытаются определить, какая система управления контентом популярная, какая операционная система популярная, какие веб-серверы популярные. Таких сайтов много, даже в избранном у нас может быть такое тоже, вот обзор веб-серверов неткрафта, секьюрити спейса. Походим, посмотрим, да, вот здесь другие данные. Здесь видите, 70, 15, вот так динамика изменяется, ну, правда, на 2011 год. В общем, это может ходить там плюс-минус. Ладно, допустим, у нас с Апачи, ИИС или Nginx. Нужно понимать, как он работает. Нужно архитектуру веб-сервера хорошо себе представлять. Если вы знаете архитектуру, то сможете ему управлять, знать, как он конфигурируется, как он работает. А если сможете управлять на предмет администрирования, то можете управлять на предмет защиты. Чтобы понимать, как его защищать, надо угрозы представлять, какие могут быть. Ну, а когда уже знаете, как он работает, как защищается, уже имеет смысл говорить о техниках атак на этот веб-сервер. Если вы пройдете на курс по Апачи, вам первый день, полдня как минимум, будут вот эту архитектуру объяснять. Пойдете на курс по ИИСу, 6427 или еще какой-нибудь, вам инструктор будет целый день, может быть, полдня первые, вот эту архитектуру объяснять. Она очень важна, потому что и ИИС на ней работает. Давайте вкратце по ней пройдемся. Вспомним, как работает веб-сервер. Видите, вот как нарисовано, что он работает не как я рисовал внизу ядро, наверху пользовательский режим, а наоборот, вот здесь ядро, здесь интернет, здесь пользовательский режим. Совершенно очевидно, что если клиенты подключаются к веб-серверу, и здесь один клиент у другого узнал его пароль, веб-сервер вообще не виноват, это не атака на веб-сервер, хотя очень может быть социальная инженерия, еще одно что-то, вот здесь вот произошла атака на клиента, даже не касаясь ни интернета, может быть локальная сеть, ни компьютера с веб-сервером. А если пользователь перехватил сеанс на канальном уровне, как я вчера показывал, и там сниферит пароли, как данные передаются, идентификаторы сеанса, кукисы, тоже веб-сервер не виноват, это не атака на веб-сервер, потому что веб-сервер-то вот причем. Если произошла атака на протокол IP, и вам через DHCP или еще как-нибудь подменили IP-адрес маршрутизатора, вы добровольно ходите через ноутбук хакера, он просматривает ваш трафик, все видит, какая проблема веб-сервера, а веб-сервер тут еще не работает. Если вас на уровне TCP перехватили, и TCP сеанс, кто-то там прослушивает, вклинивается, тоже, причем здесь веб-сервер, он еще не работает. В середине, если там в интернете кто-то сидит, то же самое. Если вы добровольно пошли через прокси-сервер на прикладном уровне, конечно, вы владельцу прокси-сервера сливаете все, что передаете в незашифрованном виде, идентификаторы сеанса, все, он смотрит, и снова веб-сервер не виноват. Ладно. Рассуждаем дальше. Пакет пришел на сетевой адаптер веб-сервера. Если на физическом уровне вы ухитрились выдернуть кабель G45 из веб-сервера. Да, он недоступен, DOS-атака, ну, как веб-сервер тут ни при чем. Это не Apache, это не IS, это не Jinx, это кабель вы на физическом уровне отключили. Если вы подкрались к веб-серверу и там, на канальном уровне, с мак-адресом, химичатим, да, тоже можно тут перехватывать сеансы, тоже можно там что-то изменять. Веб-сервер снова не виноват, это не часть веб-сервера, это на канальном уровне. Если вы веб-сервер обманули и сказали, веб-сервер, у тебя же тоже есть шлюз по умолчанию? Давай я буду твоим шлюзом по умолчанию. И веб-сервер, а не клиент, ходит через ноутбук злоумышленника, веб-сервер тоже не виноват. Хотя да, атака тут идет. Если там какой-нибудь драйвер сетевой карточки, драйвер IP, драйвер TCP, переполнение буфера чего-то там, веб-сервер не виноват. Его не писали. Хотя там тоже могут быть атаки, и буфер может переполняться, и в прошивке сетевой карточки может какое-нибудь зловредное программное обеспечение сидеть. Но по модели оси, поднимаясь выше и выше, пакет начинает обрабатываться рано или поздно драйвером HTTPS. Вот здесь уже начинается архитектура веб-сервера, потому что и ИС, он сильно дружит с драйвером HTTPS. Этот драйвер обрабатывает и HTTP запроса, и HTTPS запроса, все через этот драйвер идет. И этот драйвер имеет собственный кэш, он может здесь уже на драйвере рассуждать, он может обработать запрос клиента и не беспокоить веб-сервер, отправить сообщение клиенту из своего кэша. И тоже спорный вопрос, вот виноват здесь веб-сервер или не виноват, это же драйвер, это же система, что-то там закэшировало. Ну, считается, что раз драйвер обрабатывает запросы от клиента и возвращает ответы, которые один раз ИС уже ответил, он закэшировал, то этот драйвер тоже часть веб-сервера. Допустим, этот драйвер HTTPS не может обработать запрос клиента. Первый раз он, естественно, не может обработать, он его передает веб-серверу. Веб-сервер работает на уровне сервисов, он может работать на уровне приложений, но на уровне сервисов пониже он работает. И у них все это демоны, неважно, как называется, главное, это программное обеспечение, которое само запускается. Можно попробовать тут посмотреть, какие у нас тут есть сервисы, если у нас есть веб-сервер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видим службу... ВВВ... ТВ3 сервис, сервис такой есть. Вот я вам покажу System Information, где системные драйверы, помните здесь rootkit у нас фигурировал, вот драйвер HTTP, HTTP сервис, Kernel Driver, HTTP Sys, вот он запущен на сервере 12, который я еще вчера устанавливал. Вот эта служба ВВВ, она очень дружит со службой ВАЗ, Windows Activation Service. На самом деле это служба Windows Process Activation Service, служба активации процессов. Если посмотреть внимательнее, что тут работает у нас в процессах, то мы можем увидеть, что есть служба, есть процессы. Вот, на службу будем смотреть, на процессы будем смотреть. Две службы, одна ВВВ, другая Windows Process Activation Services, но они в одном процессе. Go to Process, вот в этом процессе Service Host, они крутятся. Почему две, потому что служба активации, она активирует рабочий процесс, который будет обрабатывать запрос клиенту. Сейчас вот буду смотреть, в диспетчере задач, или с помощью Process Explorer. Вот вижу, что есть мой сервис хост, по имени отсортирую. И вот непонятно, что здесь обрабатывает запросы моих клиентов. Потому что это сам ИИС. Это служба активации процессов. Вот запрос обрабатывается не здесь, не в этом сервисе, и не в службе активации процессов. А обрабатывается он в отдельном процессе. Давайте проверим. Вот у меня мои процессы. Я подключусь сам к себе, через какой-нибудь сервер. Вот неважно какой. Вот так вот подключусь. И что-то посмотрел на моем компьютере. Вот здесь похаканый сертифайл хакер. И тут же образовался процесс V3-VP. Я могу подключиться с другого компьютера. Ну, тоже посмотрел. Ну, тоже самый рабочий процесс. К тому же сайту подключился. Хочу теперь какой-нибудь другой сайт посмотреть. Туда подключаюсь. Вот вижу, все в том же рабочем процессе. Эти запросы обрабатываются. Можно настроить сервер так, что каждый сайт будет обрабатываться в своем рабочем процессе. Так более безопасно, что если один сайт вдруг компрометируется, в конце концов убьется процесс. А другой процесс, он поддерживает другой сайт. Все хорошо. И хостеры, они так и делают. Если у вас выделенный хостер, скорее всего, ваш сайт в отдельном процессе так вот обрабатывается. Но для экономии ресурсов, чтобы не тратить ресурсы на создание отдельного процесса, можно сделать так, что все сайты в одном процессе обрабатываются. Как они обрабатываются? Не обрабатываются по модулям. Есть такое понятие в веб-сервере «пул приложений», которые ориентируются на конфигурацию веб-сервера, конфигурацию веб-сайта. И запускаются различные модули и хендлеры, которые обрабатывают запрос клиента. Они формируют ответ, возвращают его клиенту. И как они обрабатывают ответ, как они его формируют? Во-первых, формируется ответ из файлов каталога, которые лежат по умолчанию в EIS в enet.pub, в www.root, Apache, как вы знаете, ищет.docs, файлы лежат. И вот я могу ему отдавать индекс, индекс 2. Если я в браун пришел, то из брауна беру индекс, или что там, не индекс, а хоум, или еще что-нибудь. Вот это все конфигурируется в EIS специальным файлом, который вот веб-конфиг называется. Можно его открыть. Это обычный текстовый файл в формате XML. Увидеть, как выглядит конфигурация веб-сайта, конфигурация веб-сервера. Такой же файл есть и для всего веб-сервера, который воодушевляет службу активации процессов, правильно активировать процессы, запускать их, и как на уровне всего сервера конфигурируются настройки. Вам, может быть, как хакеру, не обязательно прямо наизусть точно это знать, но и не иметь представления, где лежит конфигурация веб-сервера, апачи, но, конечно же, нельзя. Взглянем. System32. Нет SRV. Config. По этому пути лежит конфигурация веб-сервера. Те его открою в блокноте. Конфигурация веб-сервера. У апачи такая же примерная ситуация, но синтексис другой. И конфигурационный файл по-другому называется, и по-другому лежит. В Nginx еще как-то. Google сервер еще как-то. Но никуда не деться. Обязательно должна быть конфигурация, которая сообщает сервису, как обрабатывать запросы, какие модули запускать. А модулем сообщает, как обрабатывать запрос, например, на аутентификации, журналирование. И хендлером сообщает, вот будете генерировать ответ, так-то, так-то себя ведите. И с вами угождает. Не надо учить синтексис, вам, наверное, это сложно. Вместо этого, вот вам красивая оснастка. Мы ее даже видели. И эта оснастка вам предлагает эти файлы, которые я вам показал. Ну, так вот красиво администрироваться. А если у вас есть сайты, то в ваших сайтах веб-конфиг вот так можно конфигурировать. Понятно, да, как устроено администрирование веб-сервера, конфигурационные файлы. И сейчас хвастается тем, что модульную структуру имеет. И, мол, сейчас, видите, картиночек мало. Вы мало чем можете управлять. Почему? Потому что его установили не полностью. Вы можете полностью установить веб-сервер. Если скажете, хочу вот тут добавить, удалить роли. И у вас есть роль. Вот вы ее выбираете и говорите, я хочу конфигурировать EIS веб-сервер. Когда веб-сервер вы конфигурируете, что вот он установлен, он, видите, как может быть установлен не полностью. Говорю, почему? Я хочу еще и степи перенаправления, чтобы у меня было. Зачем тебе? Ну, буду перенаправлять на другой сайт людей. Хочу дополнительные возможности по журнализации. Вот трассировка запросов. Знаете, я вчера говорил, что есть возможность трассировки запросов, чтобы увидеть, какой модуль, сколько времени, какой запрос обрабатывает. Тогда вы можете знать, где узкое место, на чем заедает веб-сервер, динамическое сжатие контента. Если вы знаете, что это такое и хотите конфигурировать, можете дополнительно доставить. С точки зрения безопасности, базовую аутентификацию, поддержка сертификатов, аутентификация Windows, ограничения по IP. И вот, когда вы выбираете, что вы хотите, средства разработки дополнительно в FTP-сервер можно дополнительно поставить. Пасса не только картиночек больше появляется для управления веб-сервером, но и функционала прибавляется. Вот так вот устанавливается веб-сервер, он из модулей состоит. Когда мы представляем, как он работает, какая архитектура, мы можем говорить о том, что мы там делаем приложение и боимся вот такого. Что вместо нашей страницы главной написано нас по хакали называется Deface. Причем Deface может быть разнообразной, что, как я показывал через DNS, мы клиенту сделали пересылку на другой веб-сервер. Или он ходит через прокси-сервер, мы ему там что-то в суммули. То есть, реально веб-сервер, вот вы на него смотрите локально, он не Deface. Есть угроза, что и самый настоящий веб-сервер Deface. То есть, со всего мира любой клиент подключается, а там нашли способ подменить страничку индекса SPX, индекс HTML, или еще что-то. Веселый сайт ZoneH. В избранном он у нас есть. Давайте туда зайдем. Прямо вот сегодня, 26 июня. Как тут у вас дела? они говорят вот в самое-самое последнее время архивы тут есть всякие. Прямо вот в такое время, буквально сегодня, на Linux, на Windows, в разных странах есть сайты, они подвергнуты Deface. Давайте проверим, правда или нет. Берем первый попавшийся сайт, переходим туда. Ну вот, Venimax.sk, Deface.com, и друзья из Индонезии вам вот такое сделали. Смотрите, как хорошо. Как? Прямо сегодня, да? Вот сегодня в 6 утра вот так сделали. Ну, здесь какой Deface добрый, да? Потому что Debe.HTML, а не Index.HTML был подменен. Видите, Debe.HTML Я использую какую-то уязвимость. Сразу несколько сайтов на Linux, Deface. Хорошо. А вот на Windows 2003 я положил вам файлы XTXT. Ну, раз XTXT положил, то, наверное, мог бы и Index.HTML положить. О! Похакано. Вот этот вот. А с виду приличный сайт, Вот зайдем. Что там? Вот. Очень хороший сайт. Залогиниться можно. Ну, хорошо. А что было ночью? Нет, ночью еще не было. Еще утро наступило. На Linux, на Windows. А тут вот видите, вот прям идите, прям на Index.HTML приходите, там вас будет ждать прекрасный Deface. Вставляете в администратор этого сайта, приходите, у вас Deface. О, не, не Deface, исправили. А, исправили, а как было? А было вот так. Вы туда приходите, мы когда Deface нули, мы написали похакен, похакано, вот так. Но это когда было? Это было утром, в 5 утра, администратор пришел на работу, меня Deface нули, ну-ка быстренько обратно из бэкапа поднимусь. А вот этот администратор пришел уже на работу. давайте проверим. Ну, что-то он как-то странно на работу пришел. Видимо, он говорит, я понимаю, что у меня Deface нули, но обратно я что-то не поднимусь. А как было изначально? Изначально тоже вот так было. Он говорит, я сейчас разбираюсь только, как у меня Deface нули, как то, что. Ну, хотя, может быть, такой сайт есть, кто же знает. По-немецки написано. Наверное, говорит, мы скоро вернемся. Ну, это видите, сайт. А что там за сайт, я сам его вижу так же, как и вы, первый раз. Потому что это самая свежая новость, какая только есть. А вот еще вот такой вот. тоже вам сюда нельзя. А как было, в 5 утра было вот так вот. Видите, да, похакано, 0x, администратор говорит, подстава. ну-ка, будем разбираться, вам все ходить нельзя. Мы сейчас разберемся, потом что творится. И так каждый день. Каждый день приходите, и не успел день начаться, вот среди ночи, оказывается, похакали вот такой вот сервер. Сделали ему дефейс. вот видите, до сих пор написано, похакано. Хотя вот должно было бы быть так, без этого всего. Здесь администратор, видите, он пока еще не проснулся, или пока еще не соображает, что, как бороться с этим. Вообще сюда редко приходит, видите, с апреля не обновляется сайт. Тут можно, если покопаться, фильтровать, сказать, хочу только из России, наши сайты у нас в стране похакались или нет, какого домена определенного. Ну, видим, да, что творится. Многообразная армия хакеров атакуют сервера, мы в этот список попасть не хотим. Почему так массово до сих пор веб-серверы компрометируются? Потому что там безопасность, сайт и все. Потому что конфигурация сложная, где-то что-то упустили. А когда код пишете, код еще сложнее, тоже где-то что-то упустили. А бывает конфигурация все хорошо, но сам сервис имеет уязвимость. Бывает вообще сервис прекрасный, прям замечательный, все хорошо, сайт секьюрный, супер. Но как вы будете управлять этим сайтом? Вы же хотите туда новости заливать? Или вы хотите, чтобы с апреля новостей никаких на сайте не появлялось? Даже если вы раз в месяц туда что-то добавляете, мониторите, вы должны к серверу подключиться. Правильно? А как вы подключаетесь? По FTP, MSSH, RDP, как-то. Вот этот сервис может быть скомпрометирован. Если этот сервис скомпрометирован, скомпрометированная система, то и Deface Web Server разная типы атак приводит к Deface Web Server. Влияние понятно. Хакерам слава, а организации проблемы. где может быть неправильно сконфигурирован веб-сервер. Чтобы ответить на вопрос где может быть неправильно сконфигурирован веб-сервер, вы должны понимать где в принципе должен быть и может быть сконфигурирован веб-сервер. Так вот, я не хочу чтобы бесплатно мою исправленную информацию все смотрели, могу говорить аутентификация сейчас она анонимная. То есть каждая аутентифицируется в моей системе как будто бы он интернет-юзер. Вот она. Я могу сказать не надо анонимно, давай базовую аутентификацию включим. И базовая аутентификация означает, что пароль открытым текстом передается, я могу это HTTPS используя закрывать с помощью SSL. И вот мои пользователи попробую так политика меня не прижмет ли. Ну да, сложность, требование сложности он хочет. Давайте чтобы веселее было не будем требовать пусть не соответствует. Пусть любой будет длинный пароль. вот так вот. И вот если вы хотите подключаться веб-юзер пароль раз-два-три только так можно смотреть. Проверяем. Приходим на веб-сервер. Как тебя зовут? Не скажу. Тогда тебе нельзя. Ой, знаю-знаю. Меня зовут веб-юзер. Пароль какой? Три-два-один. Неправильно. А сейчас какой? Раз-два-три. Вот так правильно. Смотри. Я включил аутентификацию на веб-сервере. Точно так же это может быть система управления контентом. Там логин, пароль. И кто хочет управлять по FTP, по HTTP, через SSH, через RDP, логин, пароль вводите и как-то. Если у вас RDP и SSH, это отдельный разговор. А если у вас веб-сервер, тогда вот вам техники взлома пароля как раз к нашей теме. Пароль можно угадать, побрутить, брутить по словарю или и то, и другое. А есть инструменты, которые это автоматизируют. Кайнавель, Брутус, Гидра. Есть, уже все написано. Можно его брутить. Этот пароль. Отдельно идут атаки на веб-приложения. про них будем говорить. И детальнее про методологию атак, которая может быть на веб-сервер. Мы вообще так посмотрели в общих чертах на архитектуру, на угрозы, где она может прокалываться. Ну и как какими техниками осуществляются эти атаки. Давайте рассмотрим. Последовательность самого начала сбора информации, футпринтинг, зеркарирование веб-сайта. Мы уже это разбирали. Сканирование уязвимости и хакинг паролей. Инструменты для сбора информации какие. Например, куиз, насчет доменов, насчет IP-адресов. В гугле поискали, в неткрафт зашли, узнали на какой операционной системе, какой веб-сервер, если он публичный. Помните, уже заходили сюда и определяли на какой операционной системе, какая версия. Вот id-serve. Мы сказали не надо id-serve, прям n-cat телонейтам, в airshark посмотрим. Кстати, помните, я говорил, утилитка есть Amma Deadlink. Даже вот где-то здесь у меня установлено. Что она делает? Избранное проверяет и фавиконки перекачивает. если вы посмотрите то ли в lab про реквизитах, то ли в additional hack tools есть еще фаворк. Фаворк то же самое. Вот сетап установили, тоже все делает, тоже иконки собирает, тоже проверяет живые ссылки или нет. Но помимо этого фаворк имеет еще такой замечательный функционал. Когда она ходит по этим сайтам, она аккуратненько себе там в программ файлс складывает в файлик отдельные ответы от всех веб-серверов. и все что у вас выбрано вы так незаметно видите что на чем работает. Вроде бы такая утилитка совершенно юзерская фавиконки собираю. Но очень хорошо для того чтобы идентифицировать веб-сервер. Потому что как только вы обратились на веб-сервер веб-сервер вам сразу говорит на чем он работает какая там версия баннеры можно по всякому собирать. HD-треком отзеркалировали Certified Hacker естественно он тоже скажет как там чего устроено сканирование уязвимости естественно определит и сервис все на свете. Всегда хорошо поможет вам какой-нибудь прокси-серверок. при этом прокси-серверок может быть какой-нибудь fireship помните вчера про него говорил есть такой плагинчик но лучше даже не fireship а firebug firebug интегрируется в firefox и куда вы ходите он вам сразу детально показывает в интернет эксплорере это уже есть тоже по f12 вызывается в инструментах средства разработки ничего нет я могу себе установить firebug сразу установлен даже в реквизитах вроде она лежит в браузере firefox бесплатно как угодно можете скачать себе установить он устанавливается и все вам тут теперь для исследования прокси сервер особенно не нужен вы когда на сайт зашли можете нажимать ф12 ф12 даже здесь появляется и вот видите всякие возможности давайте я вам детально буду показывать каждую строчку где она в коде вам вот интересно что здесь такое что это за поле что это что это просто жмем стрелочку и вот так вот ходим как форма называется где она тут и он нам сразу код показывает да можно было бы конечно и так вот смотреть исходный код страницы что мэйль код который нам прислали видите какой большой не разберешься что здесь как тут он показывает детально куда вы пришли различные возможности можно кукисы посмотреть вот оказывается мои кукисы теперь меня будет система узнавать мой идентификатор сеанса как я тут сижу а если я залогинить на сайте логин пароль введу то тогда совсем торжественность приобретет мой сеанс я еще идентифицирован буду он детально это показывает но он показывает то что вы отправляете то что вы принимаете и позволяет это прям тут же модифицировать на вашем браузере вашем файрфоксе иногда этого достаточно для исследования но совсем хорошо использовать прокси сервер который все запросы все ответы показывает функционал спайдера имеет то есть как эйщет рек собирает все что есть на сайте но в отличие от какого-то вебмастера не просто обходит говорит урл такой урл такой а раскрывает прям всю структуру где скрипты где ответы на какой запрос расположены и нам очень сильно пригодится какой-нибудь прокси сервер и секон сил напирает что давайте бурб сьют используйте любят бурб сьют использовать вы можете сказать я люблю фидлер использовать мы к нему привыкли функционал очень хороший да я тоже согласен что фидлер очень хорошо и где-то функционал у него более удобен да бурб сьют может сделать то же самое что фидлер тоже там где-то покопаться но все-таки бурб сьют это такой вот open source он на java весь интерфейс а фидлер он прям вот наш винтовый родной мы прям вот это наш рабочий инструмент постоянно мы его используем а кто-то скажет да ну с вашим фидлером я сто лет сижу на парасе и мне парас он устраивает я уже привык к нему к этому интерфейсу пока у вас нет любимого инструмента вы плохо отличаете фидлер от бурб сьюта не поленитесь установите себе прокси серверок куда-нибудь он java хочет поэтому если вы на xp будете устанавливать ну я люблю xp как хакерскую машину вот с моим кай навелем вы поставьте еще и java которая при реквизитах есть я по-моему ее поэтому сюда я поставлю пускай она будет у меня уязвима потому что это моя хакерская машина мне ее не жалко если вы ее взломаете то вы сможете отсюда скачать дистрибутин в каин савелем я как-нибудь переживу в конце концов я потом ее выключу сказать восстановить текущий снимок лаб окей когда она была хорошая и не похаканная поэтому не надо бояться что здесь у нас какая-нибудь там java будет не такая на учет давайте сохраню снова запущу раз она такая аборт пилот у нас на диске есть есть у нас в additional tools наверное тоже ну да до этого ставил ну тоже бывает один четыре один пять если тут же зайти можете найти и парас и фидлер я поставлю и фидлер и поставлю и парас и потом сравню на чем мне остановиться вот видите парас где его разархивируем на парас на фидлер может ругаться какой-нибудь антивирус на парас точно ругается говорит это прокси сервер это хакерская программа давай я ее на всякий случай удалю поэтому здесь вот пароль как только пароль здесь вот коммент чтобы антивирус его не ловил прокси серверов много можете какой-нибудь еще взять какой там а то какой-нибудь новомодный прям появился там w3af еще какой-нибудь их много всяких просто то что любят то давайте посмотрим про что рассказывают конечно на сайт к ним пойдем узнаем что он платный бывает это у нас бесплатное издание для исследования бесплатного издания тоже достаточно ну да это понятно тут настройки можно изменять порт перенаправление буду прокси прислать не пересылать по умолчанию вот кнопочка перехват включен или выключен так вот он включен опция настроитесь сами на меня лучше добровольно я буду перехватывать ну понятно что если я 127 001 могу как прокси использовать то реально IP адрес тоже могу использовать и представляете да я говорю объявляется прокси сервер бесплатный ходите все через меня куда угодно кто будет через меня ходить будет видеть я буду видеть все что видят вижу в целях исследования можно проверить не сконфигурировал ли он мои настройки подключение могу вручную настроить сказать ходи через 127 001 порт и для локальных адресов прокси не надо вполне возможно вы поставите какой-нибудь фидлер парас он говорит я сам все сделаю я все переконфигурирую ваши браузеры что они сами через меня ходили вы же в целях исследования и поставили ну и теперь вот когда у меня включен перехват когда я настроился что это мой прокси сервер в парасе по-другому это конфигурируется в фидлере по-другому это уж проблема интерфейса куда бы вы ни пошли здесь будете видеть все что происходит я на всякий случай пойду не в интернет а куда-нибудь вот так видите да я из своего браузера отправляю запрос а мне этот брусфьюд говорит вот смотри был такой гет пускаем я говорю пускаем вот он говорит в альди логин пароль я допустим его знаю веб юзер раз два три отправляю он мне снова говорит вот что было я мог бы это конечно видеть и в аиршарке заголовки в шестнадцатеричном виде как оно происходило когда вот это происходит я могу здесь каждый запрос детально рассматривать что приходило вот мне уже все разложено как я что отправлял и какие были ответы ответы были мне вот такие и могу вот детально исследовать заголовки и как кукисы выставлялись и как кукисы передавались и как каждая картинка качалась при этом в момент передачи я могу все это изменять потом если мне что-то понравилось могу повторять могу правила писать увидел такой запрос подменяй на такой запрос как в любом прокси сервере в парасе и фидлере можно делать функционал большой постепенно будем с этим функционалом знакомиться если вы что-то увидели ой какой интересный запрос давай его отправим в интрудер вторжение подменять будем давай в репитер повторять будем давай сравнивать давай декодировать так вот можно можно просто пересылать можно сказать ладно не надо мне никаких перехватов ну а видите уже зашел уже видите что творится в данной сервере в 12 смотрите что подключаюсь думаю сейчас буду исследовать а здесь видите уже страничка подменена теперь вот этот вот прокси сервер позволяет вам видеть что отправляется что принимается и мы сюда будем возвращаться когда вот эти вот всякие запросы get cookies идентификаторы сеанса на уровне приложений будем анализировать потому что с точки зрения сервера интересно только структуру запускаете там спайдер он говорит структура такая 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 ну так же как сделал ищет рек он еще и все и выкачал а всякие спайдеры которые есть в прокси сервере они вам просто показывают запросы но если вы хотите что-то брутить тогда вам нужен какой-нибудь брутус брутус он чего делает вот есть у меня какой-нибудь веб-сервер 12 который мне сейчас похакали моя тут аутентификация базовая включена пусть его похакали но пароль никто не отменял если я подключаюсь к этому веб-серверу снова иду на teacher 2012 он мне говорит скажи логин пароль я допустим не знаю логина пароля чем бы мне его побрутить побрутить можно вот чем выключу прокси пока не нужен даже вот не из фаерфокса вот видите тоже не пускает вот сюда я все-таки хочу увидеть как его похакали или не похакали существуют программки которые выполняют такой брут на слайде у нас брутус давайте его возьмем откуда-нибудь это не проблема что если у вас администратор сопротивляется брутфорсу наоборот хорошо для того он и сопротивляется что если вдруг кто начинает брутить я буду останавливать брутфорса после трех неудачных попыток и блокировать аккаунт на какое-то время винтус так и делает вы можете сказать три раза пароль не ввел пять минут отдыхай и это уже хорошая мера потому что пользователь сильно страдать не будет защититься от этого вы защититесь это если активная атака вы прям подключаетесь к серверу если вы сниферили хэш пароля тут конечно сколько угодно попыток может быть и тогда другой вопрос что если вы говорите ладно три раза неправильно пароль ввел на полчаса заблокировали чтобы сильнее сопротивляться атаке по словарю ну что такое пять минут подождет пять минут еще три пароля попробуют если так то тогда наоборот он будет умышленно неправильно пароль вводить пусть все ваши пользователи заблокируются на полчаса тоже плохо то есть конечно мера хорошая блокировать неудачные попытки но палка о двух концах тогда дос атака будет вызываться легитимный пользователь заблокируется у вас а если не сильно будем блокироваться тогда все равно будет брутить чуть помедленнее кстати вот использование бортфорса в данной бактерии предположим если мы будем рассматривать брутус там позволяет настраивать таким образом чтобы он придерживал паузу и повторно да да сейчас посмотрим какие тут настройки есть бортфилот можно отсюда было взять хамстер гидра и брутус гидра из линукса пришла постарее а вроде попадалась гидра для windows может даже водичного хаттулс лежит как то я помню находил ну вот нас брутус мы его запускаем мы говорим вот тебе цель цель у нас наш сервер утебный teacher 2012 его IP адрес он пингуется можно имя вбивать можно IP адрес вбивать порт у нас специфический порт вот такой что умеет брутус он умеет брутить HTTP базовой аутентификации то что сейчас у меня в учебных целях выставлено на сервере а еще он умеет брутить аутентификацию по формам чувствуете разницу аутентификация базовая аутентификация windows даются аутентификация аутентификация по по фу вам вещи разные если рейдинг аутентификацией она там используют аутентифиликацию windows она по умолчанию блокируют подключения то базовая аутентификация, она может и не блокирует пользователя. Телнет, СМБ. Ну, СМБ, если вы посмотрите, где-то там в лидинге, где повышение привилегий, там может даже лежит скриптик, давай я нет юзом буду подключаться, меняя логин и пароли. Ну, зачем вам скриптик писать, вот уже оно все есть. Даже вот врутить пароль к нет басу можно. Ну, пусть будет базовая аутентификация. Каким методом? Head или Get. Можем выбирать. Кстати, вот то, о чем вчера мы говорили, если на веб-странице форма синтаксиса, там же разные бывают. Если по формам, я отдельно расскажу, тогда вы будете выбирать, как называется поле. И вы должны будете сказать поле, в какое надо вбивать логин и пароль. А если базовая аутентификация, то тогда просто говорим, вот у меня есть список юзеров. Я могу его тут же подправить и сказать админа там точно нету, там есть администратор, там есть веб-юзер, а гость там есть, но он отключен. Так что вот тебе два пользователя, их бери. А вот тебе есть список паролей. Вот пароли, вот такие здесь будут перебираться. Ну, мы можем сказать там, вот пусть будет где-нибудь здесь пароль наш такой, пароль наш такой, пароль наш такой. Ну, сгенерировали список паролей. И вот это вот юзеры, а вот это вот пароли. Ну, и вот сколько подключений, таймауты, использовать прокси или не использовать. Да, может быть через прокси будем ходить. Давайте сами через себя, через группсьют будем ходить. Это пожалуйста. И что? Дальше кнопочку только нажимаем, говорим поехали. Все верите, да? Мне повезло, это было в словаре, поэтому он говорит, веб-юзер такой пароль, администратор такой пароль. Все. Ну, теперь, когда мы сбрутили пароль, подключаемся. И если это пароль от админки, администрируем. Если это пароль не от админки, то просто так посетили ресурс. Ну-ка проверяем. Идем. Тичер 2012-8080. Веб-юзер. Пароль раз, два, три. О, очень хорошо нас похакали. Иду скорее на сервер проверять, как тут меня похакали. Вот мой Тичер 2012. Вот мой ИС-старт. Открываю Open with Notepad. Слушай, нормальный ИС-старт. Вот всех лап сайт. Что за такое? Как так? Почему меня похакали? Сижу разбираюсь. Ну, давай так, пока сделаю, извините, я на ремонте, буду разбираться, а то совсем позаруха. Дефейс веб-сервера. Начинаю говорить, может быть, все-таки не похакали? Может быть, эту ИС-п похакали? Ну-ка, давай вот сюда, на другом компьютере, скажем, администратор, пасворды. Нет, все-таки все клиенты говорят, все-таки меня похакали. Но где? Где? Вот он ИС-старт. Сижу, думаю, потом, а, вот что мне записали. Мне записали какой-то индекс HTM. О, похакали. О, да. Нет, нет, надо все запретить. Надо запретить, надо правильно настроить веб-сервер. Что, что я его неправильно настроил? Да, думал, не надо. А как? Вот, дефолтовый документ. Вот надо, чтобы запускался ИС-старт. Прежде всего. И даже если похакают, туда что-то зальют, узнают права администратора, хотя бы ИС-старт у меня будет нормальный. Ну-ка, как теперь дела? Вот мои клиенты. XP. Обновить. О, вот теперь хорошо. Давайте так. Сейчас вот чуть остановимся, сделаем перерыв. Я чуть-чуть укрепил 12-й сервер. Ну, конечно, чего его сейчас хакать? Сейчас любой может похакать мой сервер. Хотя бы потому, что там есть телнет-сервер. Телнет на IP-адрес компьютера на 10.5.11.86 администратор. Ну, даже просто подключились. Это вот здесь. Давайте я его вам включу. Пусть будет 12-й сервер. Пусть будут здесь сервисы. Скажу, вот вам телнет. Но это все равно, что SSH. Ну, не буду возиться с SSH, просто телнет запущу. А где у меня тут RDP? RDP виндовая. Возьму я ее выключу. Удаленный рабочий стол. Давайте вот так для секьюрности сделаем. Это уж слишком просто. Зайти по RDP, да, и все на свете. И вот теперь у нас 12-й сервер. Вот я говорю, телнет сюда. Он говорит, логин какой администратор. Пароль у нас какой. Пасворд. Вот вы попали. Давайте администрируйте сервер. Ну, и теперь иду дальше. И говорю, слушайте, наверное, меня сейчас похакали через SMB. Вот, видите, служба сервера, она работает. И вот, конечно, на C со знаком доллара подключились. И нет, пуп-ввв похакали. Не, не, это все не секьюрно. Сервер мне не нужен. Ну, я веб-сервер. Веб-сервер. Вот тебе SSH. Ну, я телнет включил, но как будто буду фантазировать, что это SSH. Вот давай секьюрно теперь в руле. И теперь совсем мне хорошо. Что у меня здесь есть? Нет стат, а но. Вот, смотрите, какие порты я слушаю. Ну, да, 12-12 процесс какой-то разбушевался. Ну, task list. 12-12 кто такой у нас? Да, DNS. Ну, DNS тоже могу выключить, хотя не принципиально. Ну, могу посмотреть. У меня же вот так вот. Вот, вижу, что у меня 23-й порт открыт, 80-й. А 33-89 не слушаю. И службу сервера даже вот так вот выключу совсем, чтобы сесса с знаком доллара особенно не подключиться. И под перерывчик, после таких моих защитных мер на веб-сервере, зная логин, пароль администратора, на вот этом вот сервере снова можете выполнить deface, снова его переконфигурировать. Вот у вас все, что угодно есть. Есть LNET, значит, конфигурационные файлы вам доступны, все файлы вам доступны. И раз уж здесь вот такой случился инцидент, что меня уже похакали, под кофебрейк похакайте еще раз. Я его уже чуть защитился, но защитился не до того, что вы сбрутили пароль. Вы пароль знаете, а можете им воспользоваться, чтобы вот на этом сервере снова выполнить deface. Это то, что я говорил вчера вечером. А помните, я показывал видюшку и говорил, вот вам shell, неважно какой SSH, telnet или локальный shell. На, вот сделайте теперь deface, значит, вы знаете, либо конфигурацию изменить веб-сервера надо, либо вот этот вот файл изменить. А я вроде бы его защитил. Давайте сейчас проверю. Вот сейчас зайду cd init.pub.vvv вот файлы isstart.htm. Если я напишу эхо по хакале isstart.htm, access denied. Как так? Нет, кто я юзер? Это он мне должен написать, что я администратор. Администратор. Вот силой администратора со своей машины, с любой из стилнета, еще раз похакайте мой сервер. Чтобы я пришел, вот так F5 нажал, и здесь было написано, да, тебя все равно похакали. Здесь это вопрос администрирования. Согласитесь, да, если вы взяли shell, что будете делать потом? Ну, потом мы соберемся. Надеюсь, вы разгадаете такую загадку. И еще дальше пойдем, какие еще есть возможности по атаке на веб-сервер. Поизучаем.